Профилактика ступицы. Для этого потребуется открутить рулевой наконечник, открутить шаровую, открутить два болта здесь, открутить два болта тут, открутить датчик АБС, не забыть его почистить. В принципе все, после того как это дело все открутили, уже открутив все это дело, вытаскиваем болты, вытащили болты. Снимаем суппорт, снимаем тормозной диск, тормозной диск Брэмбо с перфорацией, пробег 70 тысяч, как видно из вноса 0, можно брать. Но жрет колодки, как сволочь. Дальше откручиваем два болта. Дальше открутив заранее, заранее уперев еще, либо на тормоз нажав, центральную гайку не забыть открутить. Будем сейчас снимать полностью ступицу, делать ей профилактику, смазывать. Ступица контрактная, пробег 80 тысяч километров. Плюс она еще была в Японии, пробег порядка 110 тысяч я ее покупал, сказал продавец. Был у машины пробег 110 тысяч. Осаживаем немного гранату. Все, гранату осадили, можно вытащить ее. Вытаскиваем гранату. Вытащили гранатку. Все, теперь нам надо снять с рычага. Чтобы снять с рычага, желательно гранату вообще отодвинуть как-нибудь подальше. Вот так вот. И теперь с рычага. С рычага несколько способов снять. Можно кощунственно дубасить по стабилизатору. Можно аккуратно вот так вот приподнимая рычаг сам ударять по отвертке. Вот, либо по отвертке, либо по какому-нибудь тонкому предмету, который будет упираться в шаровую. Вот. Ну, собственно, вот я привык делать вот так вот, не напрягая ни себя, ни кого. Тихонечко молоточком ударяя и снимая при этом ступицу. Есть еще один способ снять эту же ступицу, поддомкратив ее здесь вот, спереди. Вот. То есть, спереди ее поддомкратив. Ну так что. Я сниму самым безобразным способом. Так сказать, моя машина делала чулак-чулак. Ступицу сняли. Смотрим. Смотрим. Грязи очень много. Дальше. Чтобы так сказать разобрать ее, распрессовать, сначала протрем. Вот это все дело. Дальше. Подбираем головку. На 30 большая. Скорее будет на 27. 27. Ну-ка. Главное, туда не ставить внутрь. Внутрь не ставить, потому что можно запороть шлицы. Тогда вот обратная сторона головки. Все. В принципе. И немножко осаживаем. Слышно, пошла ступица. Все. Ступица вышла. Что мы имеем. Мы имеем совершенно грязную, в усмерть грязную, почти без смазки. Это не смазка, это так. Ступицу. С очень охренительно живым подшипником. Почему я сюда залез? Да потому что подшипник-то еще новый. Он не шумит. У него следов нету. Ничего у него нету. Протираем все насухо. Желательно с кисточкой-растворителем. Надо вытащить еще второй подшипник. Второй подшипник можно вытащить аккуратненько, вытащив сальник. Сальник можно вытащить тоже несколькими способами. Можно кощунственно вот так вот его поддевать и он вылезет. но так есть вероятность его порвать. Есть другой способ, но не очень культурный. По подшипнику бить. Можно тупым предметом по подшипнику, но есть возможность погнуть вот этот мягенький сепаратор. Он очень мягенький. Естественно, я разбираю это так, чтобы потом это все дело собрать, смазать и собрать. Поэтому как я делал до этого, возьмем большие ножницы и аккуратненько наизлом, наискосок будем вытаскивать подшипник, ай, сальник. сальник здесь походу очень давно стоит, его не раз не трогали. Так что такая вот ерунда. В принципе, смысл сия работы должен быть понятен, что и как это делать. Не хочется, выходить. сальник сальник охота оставить живых. Сальник охота оставить живых. сальник охота пока что. Ну и надо посмотреть состояние. подшипник No. Я готовить. Так, Подожму ногой, ну и попробуем вытащить сальник. Надо его аккуратно вытащить, аккуратненько вытащить. С камерой, конечно, вообще всё-таки неудобно, но всё же, придётся попробовать. Сальник не хочет вылазить. Продолжение следует... Вытащил всё-таки сальник. Вот так вот сальник вытаскивается аккуратненько. Не снимали ни раз, поэтому... Вот он сколько грязи, вот он сам подшипник. Ну и здесь всё, естественно, должно быть чистенько и аккуратненько. В принципе, всё это протираем. Желательно всё это искупать в солярке, в растворителе или в чём ещё. Ещё-нибудь ещё. Подшипник в очень хорошем состоянии. Как видно, на нём нету, на роликах нету ни выбоин, ни зазубрин, ничего. То есть, хорошая, блестящая, кое-где матовая поверхность. Но матовая поверхность – это уже печаль подшипнику. Запоминаем, как оно стояло. Чистим всё это дело. Естественно, кулак тоже. Всё это протираем. Смотрим состояние обоим. Этой процедурой никак не навредишь подшипнику. Ничего с ним не произойдёт. То есть, это банальная профилактика. То есть, смотрим, состояние рабочей поверхности в хорошем состоянии. Нету никаких зазубрин, ничего нету. Теперь смотрим наружу. Внутренний подшипник, который ближе к гранате стоит. Какое его состояние. Сейчас в круг все четыре подшипника смазал. Вот, смотрим. Состояние его хорошее тоже. Никаких зазубрин, ничего нету. Никаких ударов. Ступица реально заводская. Всё хорошо. Ну и теперь всё просто. Протираем этот подшипник, который наступится. всё это дело протираем. Смотрим колечко. Колечко тоже желательно протереть отдельно. Под колечком тоже протираем, потому что, если туда что-то попадёт, зажмётся неровно и загудит подшипник в очень скором времени. теперь, после того, как мы всё это дело протёрли, берём смазочку, чем мажем всё обычно. Прямо вот, вообще не скромно. Не скромненько берём. Вот. И смазываем. Сначала набивая потихоньку под ролики. Прямо под ролики набивая. Именно надо под ролики набить, чтобы под роликами было много смазки. Следов от того, что её разбирали, вообще не будет. Тем самым, главное вот, чтобы когда меняешь подшипник, вот, зацепиться сначала за сальник, попробовать сальник вытащить. Иногда сальник с подшипником идёт, но это когда меняешь подшипник. Сейчас простая профилактика. Смазка всех подшипников круг, шаровых и рулевых наконечников. Всё это банально просто смазывается вот таким вот макаром и ставится на место. Набиваются подшипники смазкой полностью. И всё. Не надо жалеть смазку, потому что смазка это, так сказать, лишнее выдавится. А что не выдавится, оно сгорит. Всё равно при нагреве смазка там испаряется, что-то куда-то девается. Главное её хорошенько набить на подшипник. После такой процедуры машина будет кушать меньше бензина во много раз. У многих до литра, у меня, допустим, до пол-литра. Ещё раз всё протираем. Протерли с двух сторон. Песка ничего нету. Ставим ступицу на место. Поставили. Поставили ступицу. Теперь переворачиваем торцом. И вот здесь вот видно подшипник торчит. Вернее не подшипник, а сальник. И сальник заправляем на место. Таким вот макаром тихонечко заправляем сальник на место. То есть, подпихивая отвертку, просто туда немножко давим. Подпихиваешь отвертку и даешь туда чуть-чуть. И сальник тем самым садится на место. Всё, сальник относительно на месте. Теперь, после того, как посадили сальник на место, нам надо набить смазкой вот этот подшипник, который сверху стоял. Его смазываем. Сначала протираем полностью. И смазываем. Смазывать его таким же макаром. Чуть обойму смажем. То есть, смазкой. Как раз смазки осталось на одну сторону. Его тоже смазываем. Желательно под все ролики набить очень много смазки. То есть, его тоже максимально хорошо промазываем. Под ролики, желательно вот под вот эту часть, где крайняя часть, туда побольше смазки набить. Набиваем туда смазки как можно больше. Не надо там... Если меняете подшипники, не надо ничего пользоваться. Той смазкой, которая идёт в комплекте, её можно даже выкинуть смело. Её там очень мало. Мешать смазку тоже нежелательно. Вот. Смазываем прям вот обильненько смазываем всё это дело. Убираем смазку с внутренней части. Немножко на наружу. И роняем подшипник уже на место. Всё. Подшипник мы уронили на место. Смазку желательно на руках много. Остаётся обратно. Обратно с перчаток в тюбик. Ну и как запрессовать обратно у многих будет вопрос. Ровно так же, как и снимали. Аккуратно. Аккуратненько. Так. Видно то, что проваливается. Взять желательно побольше. Теперь надо стучать по подшипнику. Не по ступице. И тихонечко осаживаем. Ровно ставим ступицу относительно плотности. Осаживаем. Крутим. Так. И. Контрольно. Так. Вот слышно. Звук изменился. То есть стал скучать вместе с пыльником. Иначе всё. Иначе подшипник зашёл до распорного кольца. Теперь проверяем как она крутится. Крутится она очень плохо. Потому что у нас не поджат сальник. Поджимаем сальник. Так как ступица теперь держится. Сальник можно со всех сторон зажать как надо. Ступица у нас держится. Сальник можно зажать как надо. Со всех сторон. Так. В принципе всё. Поправили сальник. Ступица крутится хорошо. Хорошенько. Почистить надо будет наружный сальник. Запрессовать его наверх. По желанию можно ещё сюда напихать смазки шпателем. То есть берём прямо шпатель. Берём смазку. И прямо вообще вот так вот шпателем сидим и ещё запихиваем туда смазку. Она туда зайдёт. Потому что там ещё свободного места много. Можно напихать туда очень много смазки. Тем самым плохо ничего не будет. И перед установкой на машину все соединения, которые вот здесь у шаровой заходят, все соединения желательно протереть от смазки. Оно там должно собираться на сухую. И только болты немножко должны быть смазаны для того, чтобы зашли они в натяг. В принципе всё. Забиваем на место сальник. Профилактика передней ступицы закончена. В принципе так. Нехитро. На коленке в гараже за час можно это сделать. Плюсы этого. Пониженный расход будет. Расход бензина сразу упадёт. Машина легко покатится. Заодно перетрясёте всю подвеску. Смажете всё. Проверите шаровую. Поставите всё это ровно. Пока ступица снята, можно снять рычаг. Можно его проверить. Можно посмотреть, как поживает стойка. Всем удачи. Думаю, видео поможет кому-нибудь. Кому не поможет, удачи в сервис. Такая процедура в сервисе стоит порядка 3000 рублей. Просто снять, перебрать, смазать, собрать. А делать это надо раз в полгода. Потому что климат у нас такой, что туда и под пыльники попадает вода, грязь, влага. И тем самым у нас ступица, так сказать, плохо работает. Грязь попадает. Подшипники обоимы становятся матовыми. Туда попадает влага. Горит смазка. Смазка загорает. И всё. И она чёрная, как ссуется. И превращается в подобие... Вот как у меня на перчатках эта смазка есть. Вот она превращается в такую... Ну, даже далеко ходить. Вот она превращается вот в такую грязь. Вот эта грязь. Естественно, вот эта грязь, она с комочками песка, она никак не может смазывать. Вот. То есть, из-под пыльников везде всё это желательно вытереть. Ну, так как я первый раз сюда залез, ступица прошла 200 с лишним. Я думаю, может и даже и больше, что это отличный результат для такой недорогой машины. И, как показала практика, если заменяете подшипник ступицы, два сальника, два подшипника ступицы, распорную шайбу желательно подобрать. Так как, не подобрав эту шайбу, вы всё же обречёте себя на частую замену подшипников. Всем удачи и ровных дорог. Ждите видео.